Все самые оперативные данные поступают в информационный центр Дворца Республики. Там находится наш корреспондент Анна Пыш. Анна, какие новости у вас к этому часу? Александр, здравствуйте. Время идет, цифры растут. И несмотря на то, что в информационном центре Дворца Республики сейчас легкое затишье, мои коллеги-журналисты ожидают очередную пресс-конференцию главы Центра избиркома Лидии Ермошиной, мы располагаем новыми данными о яркой избирателе на 16 часов. Итак, в целом по стране проголосовали почти 61% избирателей. В лидеры голосования вырвалась Битебская область. Там свой выбор сделали почти 68% избирателей. Хотя надо отметить, что отрыв по областям совсем небольшой. А вот город Минск наименее активен. Правда, и столичная явка также приблизилась вплотную к 50% рубежу. Я напомню, что особенность нынешней парламентской кампании в том, что выборы проходят в один тур. То есть тот, кто в своем избирательном округе наберет наибольшее количество голосов, тот и станет депутатом Палаты представителей. Есть еще три часа на то, чтобы расставить все за и против. Думаю, что поход на избирательный участок станет красивым финалом этого воскресного вечера. Ну а я с вами прощаюсь. Коллеги, приятно было работать. Этот информационный марафон через час подхватит. Мой коллега Игорь Тур также ожидается глава Центра избиркома в пресс-центре Дворца Республики.